Ну а пока правительство Казахстана определяется с прогнозом цен на нефть, само черное золото скоро может быть не востребовано. Подрывать спрос могут стремительный переход на электромобили и сильное ускорение переработки пластика. Об этом сообщает сайт V-Times, ссылаясь на новый отчет консалтинговой компании Wood McKenzie. Аналитики компании заявляют о катастрофических последствиях для мирового финансового сектора, если жители планеты будут сокращать выбросы углекислого газа, следуя положениям Парижского соглашения. Напомним, документы заявляли об удержании роста средней мировой температуры намного ниже 2 градусов. Падение же спроса на нефть прогнозируется уже на конец 2023 года. Насколько реальны данные прогнозы и стоит ли ждать заката нефтяной эры? Все будем далее детальнее разбирать, обсудим с нашими экспертами. А пока, уважаемые телезрители, предлагаю вам ответить на данный вопрос. Обязательно поучаствуйте в нашем голосовании в телеграм-канале Atomikin Business. Вопрос там следующий. Верите ли вы в падение спроса на нефть из-за ускорения переработки пластика? Чтобы принять участие, необходимо открыть камеру мобильного телефона или смартфона, навести ее на экран телевизора, электронного монитора. Вот здесь сейчас QR-код, специально отсканируйте его, и вы автоматически попадете в наш телеграм-канал. Вопрос я зачитал, теперь позвольте зачитать ответы. Первый. Слишком фантастический прогноз ОПЕК не позволит. Второе. В очень развитых странах уже такой сценарий. Третье. Для Казахстана это вопрос отдаленного будущего. Этот вариант ответа лидирует, кстати. Четвертое. О закате сырьевой эры говорят много лет, а ВОЗ и ныне там. Также можно комментировать. Уже 443 человек проголосовало. Комментируйте. Обязательно все зачитаем. В конце эфира подведем итоги голосования. Очень скоро к нам подключатся эксперты. Поэтому сканируйте QR-код, голосуйте, комментируйте. Конечно же, не забудьте подписаться на телеграм-канал Atomician Business. Ну а сейчас прогнозы и других экспертов. Объем мирового рынка пластика в ближайшие 7 лет будет ежегодно расти на 3,4%. Так пишут на ресурсе grandvuresearch.com. А вот что касается нефти, то по итогам прошлого года спрос на черное золото из-за пандемии просел сразу на 11%. И многие эксперты уверены, нефтяной рынок от удара так и не справится. Сможет ли производство пластика действительно существенно сократить спрос на нефть? Ответы во обзоре Мирвежа Кьяновой. Каждый житель планеты знает, пластика вокруг нас много. Но подозреваем ли мы, насколько? Готовую еду в магазине вам продадут в пластмассовом боксе. На стройке многоэтажки, трубы, кабеля, напольные покрытия и еще много всего из полимеров. Водите машину – для вас новость. Она легче на 80% за счет пластика. Сегодня производство искусственного материала – индустрия с постоянно растущим потенциалом. Он используется везде – от электроники до медоборудования. По данным grandvuresearch.com, на фоне пандемии коронавируса и падения спроса на транспортную и авиаиндустрии, мировые нефтяные гиганты ExxonMobil, Shell и Saudi Aramco держат нос по ветру и инвестируют в производство пластика. По прогнозам Всемирного экономического форума, объем рынка полимеров через 20 лет удвоится. В прошлом году на его долю приходилось почти 580 миллиардов долларов выручки. Эксперты отмечают, что при ежегодном росте в 3,5% через 7 лет объем рынка превысит 750 миллиардов долларов. Для сравнения, та же Saudi Aramco в 2019 году заработала 88 миллиардов долларов, а в прошлом году из-за пандемии показатель рухнул почти вдвое. В разрезе стран по итогам допандемийного периода, несомненный лидер по производству пластика – Китай. Оборот отрасли превысил 21 миллиард долларов. На втором месте – Германия, с выручкой в два раза меньше. А на третьем – США, с оборотом без малого 7 миллиардов долларов. В прошлом году для «Красного дракона» мало что изменилось, зато активизировалась Индия. Вместе с Китаями, со всем Азиатско-Тихоокеанским регионам, на их долю приходится более 44% мировой выручки от производства пластика. Всплеск автомобилестроения в этих странах сделал свое дело. А строительные, упаковочные, электротехнические и электронные промышленности внесли свою весомую лепту. Стоит ли напоминать, что экономика Кидая, пережившая, как и весь мир, пандемию, в первом квартале этого года выросла на рекордные 18%. Итак, Поднебесная, Германия, Америка, еще и Индия – гиганты по производству пластика. А как у нас-то? Ранее Минэкология приводила цифры на полигонах страны. Внимание, накоплено 125 миллионов тонн твердобытовых отходов. Однако 83% полигонов подзабыли о соблюдении санитарных и экологических норм. При этом элементарных сортировочных урн встретишь не во всех городах. А за сдачу одной тонны пластика казахстанцы смогут получить всего 26 399 тенге. Сейчас показываем саму схему переработки. Вот специальная графика. Пластик идет на заводы. Оттуда из него получают специальные гранулы. Далее его покупает компания, изготавливающая мебель, стройматериалы и другие товары. И многое другое. Вот, кстати, средняя конечная цена за тазик один, 12 литров 505 тенге, вешалка 130 тенге, сумочку, как вы могли заметить, и остальные все товары. Вот такие средние рыночные цены. Государство все это стимулирует. Недели ранее на сайте оператора РОП сообщалось, что на финансирование отрасли переработки в Казахстане планируется направить 10 миллиардов тенге. Между тем, в Шымкенте дорожает пластиковое сырье. Всего за две недели исходный материал для производства детских игрушек подорожал на 40%. В связи с этим, производители просят власти остановить рост цен, поскольку это отражается не только на конечной стоимости товаров, но и на их количестве. Тему продолжит Мольдер Абдуалеева. Мольдер, добрый день. От чего страдают отечественные предприниматели? Мольдер. Добрый день, Жалгаз. Для того, чтобы понять проблему, мы связались с производителями пластиковой продукции, а именно игрушек в Шымкенте. И выяснилось, что они привозят сырье из Ирана, соседнего Китая и России. И в последнее время цены на это самое сырье выросли настолько, что если раньше завод выпускал около 10 тысяч игрушек в год, то сейчас количество товара заметно поубавилось. Раньше мы покупали сырье по 650 тенге, а сейчас по 950. Это очень бьет по карману. Мы вынуждены повышать цены на игрушки. Люди же не станут их задорого покупать. За последние две недели производство на нашем заводе упало. Сам завод начал работу в 2011 году благодаря господдержке. Владельцы взяли кредит в 50 миллионов тенге и приобрели все необходимое в Китае. В этом году владельцы планировали расширить свой бизнес, но карантинные ограничения и последовавшие за ними подорожание внесли свои коррективы в намеченный план. В дальнейшем мы хотим выпускать машины на пульте управления и продукции для развития детей. Также хотим производить детские ходунки. Отмечу, что всего в Шемкенте работают около 20 цехов, производящих пластиковую продукцию. А вот завода по производству сырья в городе нет, поэтому все заводят его из-за рубежа. И такое повышение цен вовред отечественным производителям, но на пользу, к примеру, их коллегам из Узбекистана. Поскольку они, имея собственные заводы, поставляют продукцию на наш рынок по доступной цене. Жалгаз, у меня на этом все. Тебе слово. Ольдер, благодарю. Вот ты, кстати, затронула Узбекистан. А сейчас цифры по внешнему товарообороту резиновых и пластмассовых изделий в Казахстане. В 2020 году он составил 1,5 миллиарда долларов. Экспорт снизился на 16%. Составил 77 миллионов долларов. А импорт же составил 1,4 миллиарда долларов. Там, кстати, тоже снижение на 1,4%. Ну а в экологически неблагополучном Усть-Каменогорске скоро появится завод по переработке отходов из пластика. Стоимость проекта 30 миллионов тенге. Автор идеи уверяет, что за 6 лет сможет окупить производство. Заодно очистить город от опасного мусора. Завод должен запуститься уже в июне. Здесь планируют выпускать бордюры, плитку, крышки на колодцы и много другой продукции. Основой для всего послужит пластиковый мусор, который сейчас бесхозно валяется возле урн. Проект поддержали в палате предпринимателей Атамикен Восточного Казахстана, а финансирование обеспечит Сбербанк. Кроме изделий из пластика, на заводе готовы выпускать экологически чистые пакеты для продуктов. Они сделаны из бумаги и покупателям будут выдаваться бесплатно. После приобретения специальных форм на предприятии освоят выпуск детских площадок. Ну, он долговечен, 500 циклов. Ему без проблем морозы, жара. Ну, плюс он сырье бесплатно можно доставать. Именно где у нас мусорные свалки, там можно людей привыкать к этому, да, чтобы у них тоже была заработная плата. Ну, очень много пластика. Правда, на данный момент есть одно «но». В Искаменногорске отсутствует система раздельного сбора мусора, и поэтому на новом предприятии может возникнуть проблема со сбором сырья. Ну, а теперь обсудим нашу сегодняшнюю тему с нашими гостями. Они прямо сейчас подключаются к нам по скайпу. Уважаемые телезрители, я напомню, что сегодня мы обсуждаем тему переработки пластика. Напомню, аналитики агент-консалтинговой компании Wood McKenzie заявили о том, что переработка пластика может подорвать спрос на нефть. Возможно ли это вообще, как это получится в Казахстане? Мы будем обсуждать с нашими спикерами. По скайпу к нам подключаются управляющий директор по стратегическим вопросам ТОО оператор Роб Кайрат Гали Хайрула, исполнительный директор ТОО Радуга Петр Шарапаев и председатель Совета развития стратегических партнерств нефтегазовой отрасли Аслбек Жакиев. Уважаемые коллеги, приветствую вас. Да, думаю, все на связи. Благодарю, что принимаете... Да, спасибо. Благодарю, что принимаете участие в нашем сегодняшнем обсуждении. Интересная достаточно тема. Сейчас продолжается голосование в телеграм-канале. Вначале хочется услышать краткое мнение каждого касательно заявления аналитиков Вуд Маккензи. Ждать ли нам получается обрушение спроса на нефть из-за, например, ускоренного развития переработки пластика? Что думаете? Можем начать с Кайрат Галии, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. На самом деле, я не сильно так поддерживаю идею, что в переходе, то есть снижение зависимости от нефти и газа, сам в ближайшие 10 лет. Это в течение 10 лет, это точно не будет снижение зависимости от нефти и газа. Не будет в ближайшие 10 лет. Окей, Петр Анатольевич, вы как думаете, согласны ли вы с мнением Вуд Маккензи, что переработка пластика подорвется спрос на нефть? Петр Анатольевич, да, проблема со связью, приносим прощение, уважаемые телезрители. Есть с нами на связи еще и Аслбек Жакеев. Аслбек, вы наслышите? Да. Вот как раз по вашей части, вкратце, ваше мнение, вот аналитики Вуд Маккензи говорят, переработка пластика накажет влияние на спрос на нефть. Ваше мнение, согласны ли вы с этим? Ну, скажем так, как человек, который каждодневно работает с нефтегазовыми компаниями, все-таки мы выступаем, скажем, лоббисты нефтегазовой отрасли. Я считаю лично, что альтернативы нефтегазовой отрасли в ближайшее время нету, тем более для Казахстана. Перевните на второй вопрос, почему прокрутили? Слышно, да? Да-да-да, слышно, конечно, слышим. Да, и, ну, давайте вот возьмем такую статистику, если за 20-й год там добыча нефти и газа составила у нас 85 миллионов, то в этом году у нас и то из-за ограничения ОПЕК добыча уже растет на 86 миллионов. Цены растут. Я читал этот доклад МакКинзи, ну, постоянно такие доклады, различные наши, скажем так, think tank, да, аналитические центры западные, американские в основном, дают нам, скажем, такой угрожающий, скажем, прогноз, что вот нефтянка у нас в пору времени закончится. Я думаю, что это неправильная трактация. Почему? Потому что мы видим, что нефтегазовые компании продолжают наращивать свою добычу нефтегазов. Вот, и в ближайшее время тот же самый, вот знаете, парадокс в том, что недавно я смотрел тоже интервью, по-моему, это было на Гарвард бизнес-риве, так там смеялись, то есть производители нефтегазовых, то есть производители автомобилей роскошных, там, Ламборджини, Феррари, так они говорили, хорошо, Тесла есть, есть, скажем, у нас там электрокары, но чем заправлять эти, то есть, станции электрические? Все равно нефтегаз. Поэтому я думаю, что вот эта различная переработка пластика или там зеленая энергетика, оно, конечно, актуально, никто не говорит, оно нам нужно, но не надо забывать, что нефтегаз, оно самое дешевое, одно из дешевых топлив во всем мире, и поэтому я думаю, что нам ничего не грозит, нам надо дальше развивать нефтегазовые отрасли и сопутствующие отрасли. Спасибо, Петр Анатольевич, вы к нам присоединились, вы нас слышите? Да, ну, как мне сообщают, сейчас мы восстанавливаем связь, надеюсь, Петр Анатольевич к нам присоединится, потому что очень много интересных вопросов. Давайте продолжим. Спасибо, уважаемые коллеги, что вы сказали свое мнение. Вопрос у меня теперь к Кайрат Галей. В феврале 2020 года Беларусь выдвинула предложение ввести в ЕС ограничения на ввоз отходов пластика, в первую очередь, неперерабатываемого. Сейчас как-то контролируется ввоз пластика в Казахстан? А то там были опасения, что, условно, наша страна станет полигоном отходов. На самом деле сейчас действует в Казахстане система взывания платы за утилизационный сбор, так называемый, за сбор и утилизацию. Каждая тара, которая, согласно кода ТНВ, утвержденная в рамках Евразес, они должны подлежать к оплате. За каждую тару, за каждый килограмм импортеры оплачивают, и мы берем, как оператор, на себя обязательно, что мы соберем, будем утилизировать эти отходы. Поэтому у нас нет, на самом деле, сейчас ограничений какие-либо. Все пасмансы, которые возятся в Казахстан, тары, так скажем, они принимаются и подлежат к оплате. Да, благодарю, Гавиат Гали, за мнение. Теперь вопрос у меня к Аслбеку. Интересно, я сейчас хочу привести цитату от Джеффри Керри. Напомню, поясню телезрителям, кто это. Это директор по глобальным сырьевым рынкам Goldman Sachs. Он верно определил предыдущий нефтяной суперцикл, который ранее был в мире. Он заявил, наоборот, о новом суперцикле, что нефть будет торговаться на уровне 80 долларов или даже выше в текущем году. Из-за стимулирующих мер от правительства стран и высокого потребления ресурсами граждан. То есть, чтобы все понимали, государство стимулирует граждан, они, соответственно, получают деньги и больше потребляют ресурсы. Это приведет, наоборот, к новому суперциклу. Аслбек, вы согласны с этим? Вот как раз такое контр-мнение, что другие аналитики заявляют, что, наоборот, будет все хорошо и суперцикл нас ждет. Я согласен с этим утверждением и приведу несколько утверждений. Ну вот давайте... Слышно, да? Да, да, слышно. Давайте вот вернемся, да, сделаем экскурс в историю. Помните, когда на рубеже, по-моему, там 80-х, 90-х, когда был такой бум на атомную энергетику? Там в Европе, особенно в Германии, во Франции, в других странах начали говорить, что вот атомная энергетика, она заменит там угольную, нефтегазовую. Но по итогам мы видим, да, что значительно сделано так, что там значительно нефтегазовая отрасль, она не была заменена. Все равно нефтегазовая отрасль, она как бы в приоритете все это время. Вот, даже если возьмем тот факт, что европейцы и американцы сейчас, вот буквально неделю назад я разговаривал со своими коллегами, там, Шеврона, с Хьюстона, с Шеллом, они говорили, да, наши компании сейчас миллионами долларов собираются инвестировать в альтернативную зеленую энергетику, но тем не менее для компаний нефтегазовой отрасли приоритет. Весь доход, все они публичные компании, поэтому весь доход идет от нефтегазовой отрасли. Вот, и третий, наверное, фактор, вот то, что я вот проговорил, даже при том, что они сейчас планируют там заменить на европейцы, особенно там, даже, по-моему, в скандинавских странах хотят полностью автомобили на бензиновым двигателем отменить, но есть Европа, есть, то есть Китай, есть развивающие рынки Индии, которые, тем не менее, они будут львиную часть спроса перетяскать на себя. Я думаю, что просто может баланс спроса уйдет в Юго-Восточную Азию, может быть, и цены ниже снизятся, так как все-таки, скажем, Юго-Восточная Азия, они не такие покупатели, как европейцы, да, платят там подороже. Но тем не менее все эти факторы, они говорят, что эта отрасль, она будет у нас в приоритете. И потом, никто же не говорит, что давайте там, понятно, что есть загрязнение, есть нефтегазовая отрасль, переработка, производство, она оказывает влияние на экологию, но давайте развивать технологии, не обязательно полностью заменять. То есть есть сейчас замечательные технологии, там даже помню, где-то я читал, что в Австралии угольная промышленность, большая, то есть выброс идет золы от метана, от угля, так они придумали технологию, что все эти отходы, они уходят вглубь, в землю. То есть трубу к земле подключают, и весь, скажем, метан уходит в землю. Ведь есть, можно хорошие технологии развивать. И поэтому вот эти, скажем, наши аналитические центры, которые пугают нас, что суперцикл там закончился, я не согласен. И вот согласен с этим экспертом, Норман, по-моему, вы назвали его, что вот этот суперцикл, он будет... Там он говорил о том, что 80 долларов. Правительство буквально сегодня на заседании, вот министр нацэкономик озвучил цену 50 долларов за баррель. Напомню, ранее они говорили о 35 долларов. Ваш прогноз какой? Сколько будет стоить баррель нефти? Вот правительство 50, говорит, аналитик 80, а вы? Вообще, если брать казахстанскую нефтяку, то комфортная цена для наших производителей это 40 долларов. То есть 30-40, в зависимости от месторождения. Вот, я думаю, что 50 долларов в 60 диапазон, он будет в этом диапазоне, и он вполне комфортно для нашей экономики. Мы не должны забывать, что нефтегазовая отрасль является локомотивом развития всей нашей, скажем, экономики. Порядка там ВВП, доля ВВП достигает 30%. Это колоссальная сумма, это колоссальная часть. И поэтому нам надо, более того, на основе вот этой нашей отрасли, нефтегазовая, развивать сопутствующий. Тот же переработка пластика. Почему бы нет? Оно бы никак не повлияет. Да, спасибо за интересное мнение. А, Слбек, давайте теперь вернемся к обсуждениям на переработке пластика. Как мне сообщили, мы восстановили связь с Пётром Шарапаевым. Это исполнительный директор ТО «Радуга». Пётр Анатольевич, вы с нами? На связи, здравствуйте. Да, Пётр Анатольевич с нами по телефону. Он также принимает участие в обсуждении. Вопрос. У вас крупнейшее предприятие по сбору и переработке отходов полимерной упаковки. В целом по стране вроде есть 23 завода по переработке. Насколько выгодно этим заниматься, если элементарно население до сих пор особо не научилось сортировать мусор, скажем? Спасибо за вопрос. Ну, я думаю, не все вопросы или ответы нужно дать от населения. Но вот мы первый год занимаемся, и с каждым годом население все более качественно делит отходы. То есть кто-то понимает, гибель относится к этому ответственно и вообще ответственнее. Я считаю, нужна еще более сбалансированная политика. И как со стороны законодательная база и, возможно, со стороны Министерства экологии. Например, такой момент, что сейчас тарифы залижены. А в моем, я считаю, что население, юридические тарифы, мы должны понимать, что у них даст убирать. Но кто загрязняет эту платью. Сейчас, допустим, взять из них справедливый тариф около 600 пенде. А в третьем по стране, наверное, тарифы составляют 250 пенде. Что не позволяет качественно работать предприятием мусороборочным, качественно делать переработку и так далее. То есть нужна в целом сбалансированная политика. Не все вопросы к оселению. Спасибо. Хорошо, спасибо. Вопрос у меня теперь к Кайрат Гали. 23 тысячи тенге за тонну сданного пластика. Сумма немаленькая. Рассматривается ли увеличение данной суммы, чтобы все население активно сдавало пластик? Это вопрос Кайрат Гали. Да, я понял. На самом деле 23 тенге – это немаленькая сумма, во-первых, это за килограмм. Более того, мы оплачиваем транспортировку отхода до патилизатора. Сборщик собирает условно в Ахтубе и сдает Алматинскую область или Южно-Казахстанскую область. И за этот проезд, за каждый тонн мы оплачиваем, то есть возмещаем частично субсидии, покрываем расходы. Тем самым для сборщиков и для утилизаторов это большая помощь в плане того, что они дополнительно получают источники прибыли. На самом деле, к примеру, я вам расскажу, одна фура, если будут с Астаны, здесь будет в Астане собираться пасека, и они будут доставляться в Алматинскую область. Будут составляться у утилизатора, будут получать 3,5 миллиона тенге за одну фуру. Дополнительно мы около 750 тысяч будем субсидировать, в том числе за транспортировку 350 тысяч тенге, а 400 тысяч это за сбор. Таким образом мы частично и покрываем расходы транспортировки, потому что составляет большую часть. Хорошо, спасибо, Калят Гали. У нас осталось очень мало времени. Буквально заключительный вопрос у меня к Пётру Анатольевичу, если можно вкратце. Весь собираемый пластик должен пойти на переработку. Мы к этому стандарту можем когда-то приблизиться? И как ещё это можно стимулировать? Пётр Анатольевич, если можно вкратце. Мы занимаемся как его сбором, переработкой, так же делаем готовые изделия и реализуем. Я считаю, что тут нужно стимулировать строс на готовые изделия из торисового пластика и стимулировать переработку. Когда будет переработчик заняться за этими отходами, будет давать короткую цену, соответственно, это будет стимулировать и расцеление, и лица этим заниматься. То есть я считаю, нужно стимулировать переработка. Хорошо, спасибо за интересное мнение. Уважаемые гости, я благодарю вас за участие в нашем обсуждении. Очень интересное сегодня мнение прозвучали. Напомню, вашим телезрителям, мы обсуждали тему переработки пластика, о том, подорвёт ли это или вообще какое влияние окажет на спрос нефти. Приводили мнение аналитиков, и мы беседовали в прямом эфире с управляющим директором по стратегическим вопросам ТО, оператор Робка и Радгали Хайрула, исполнительным директором ТО «Радуга» Пётром Шарапаевым и председателем Совета развития стратегических партнёрств нефтегазовой отрасли Ассалпеком Жакиевым. Благодарю, уважаемые спикеры, за участие в нашем обсуждении. Ну и в конце беседы, как говорится, у нас традиционный блиц. Мы задали вопрос казахстанцам о том, как часто они покупают эко-пакеты. Давайте посмотрим. Я мусор сортирую всегда, и учу, конечно же, детей тоже так же делать, потому что меня заботит будущее, не только Казахстану, но и всей страны. Да, у меня эко-пакеты, два пакета, я с ними хожу в магазин всегда, специально два эко-пакета у меня есть. Эко-пакеты не покупаем, если честно сказать, но стараемся это, бутылки, например, отдельно кидать, что как стоит, такие закидываем, раскладываем так, просто пакеты и закидываем. Я их не покупаю, но, видите, я просто использую такие пакеты. Это было мнение казахстанцев. Ну и смотрите далее в дневном формате.